Друзья, доброе утро! Добро пожаловать на нашу первую еженедельную встречу в 2019 году. Я вижу, что вы все прекрасно отдохнули, все бодрые, вы рветесь в бой. Но прежде чем мы начнем работать, по традиции мы начнем с видео. И мы посмотрим видео короткое про то, чем мы с вами гордимся результатами 2018 года и чего мы сами себе пожелали в этом году. Проект адаптация спустя больше полугода до сих пор не завернулся, никто его не завернул. Маркетинг стал мощной командой, большой, которая делает крутые вещи. ФРК, великолепные коробки. Мы запустили школу скромастеров, мы несколько раз запустили школу разработчиков. Запустили очень много крутых фич в базе знаний. Устроилась в ДОДО. Остался в ДОДО. Я помог открыть несколько пиццерий, в том числе в Минске. Самый главный проект – пиццерия на века. Пошли в одну сторону, развернулись, пришли в другую сторону. Проработали химий инвентарь и теперь иногда, когда я смотрю блоги и говорят, что у нас там иногда что-то плохо с сервисом, с продуктом, но зато с чистотой у нас все круто. Меня это очень мотивирует. Мы гордимся теми людьми, которые к нам пришли. Нам пришло куча очень крутых разработчиков. Начали Kubernetes и идем в дивный новый мир. А у Виталика будет дочь. Мне посчастливилось участвовать в открытии компактного центра в Казахстане. Для меня это был очень большой вызов. Я горжусь ДОДНЕКСТом, потому что это один из самых ярких проектов для разработчиков. Ой, я горжусь, что у нас команда образовалась новая. Я устроился в ДОДНЕКСТу. Есть повод гордиться. Начал писать код понемножку. Чуть-чуть, по чуть-чуть, автотесты писать. Я хочу пожелать себе еще больше классных, интересных проектов, чтобы мне в конце года, когда подошли и задали этот вопрос, у меня прям фонтан лился. Только ролик про меня был. Что я сделала в этом году? Углубиться в то, чтобы все-таки заняться языком и, наверное, больше путешествовать. Еще больше удачных проектов. Ума. Вдохновение. Силы. Драйва. Энергии. Терпение. Не сдаваться. Не, надо просто идти вперед. Посмотреть классные сериалы. Вот. Нанимать 9 разработчиков в месяц, как мы вчера посчитали. Нам полностью распилить монолит и иметь всю инфраструктуру. Вообще все-все-все. В кубернации все. Дарить еще большему числу клиентов классный сервис, в том числе по телефону. Открыть где-нибудь еще контактный центр и развиваться дальше. Вот. Завести свинью домашнюю. У меня давняя мечта была. Я об этом еще когда устраивался, говорил. Все мелким кажется, да, после такого масштаба. Да. Выучить английский язык. Выучить русский язык. Чтобы хорошее длилось, да, целый год. Чтобы энергии хватало и времени, и внимания на все. А я знаю. Надо пожелать себе и всем нам интересных и клевых задач. Я бы хотела сильное тело. Счастья и здоровья. И не фокапить. Друзья, теперь мы все знаем, что Галя хочет сильное тело. По традиции мы приветствуем новых людей в нашей команде. И вы слышали, что у нас для того, чтобы достичь цели, мы должны каждую месяц нанимать по 9 разработчиков. На этой неделе к нам вышло 3 разработчика и один человек в финансе. Давайте поприветствуем. Это Худяков Максим. Максим, привет. Максим, я знаю, что ты любишь фильмы Ларса фон Триера и Дарина «Аронофски». Какой твой любимый фильм «Аронофски»? «Аронофски» — это «Реквим по мечте». «Реквим по мечте». Согласен. Офигенный фильм. И также Максим любит играть в компьютерные игры, любит путешествовать и хочет посетить когда-нибудь Исландию и Японию. Максим, добро пожаловать. Шеймарданов Ренат. Вы можете подумать, что Ренат к нам приехал из Армавира, но это не так. Нет, Ренат просто фанат группы КВН, команды КВН из Армавира. На самом деле Ренат приехал к нам, точнее не к нам, а в Москву уже 10 лет назад из Урала, из Пермской области. И из хобби Ренат очень любит играть в настольный теннис. Поэтому, возможно, когда-нибудь у нас появится стол для настольного тенниса, и мы все будем сражаться с Ренатом за первое место. Ренат, добро пожаловать. Фотография была сделана год назад, но тогда уже Алексей знал, как будет выглядеть наш офис и что он будет работать у нас. Березка Алексей, добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ И четвертый человек это Калмакон... К... простите... Калкаманова Анна. Анна, простите, я выучу обязательно вашу фамилию. Калкаманова Анна. АПЛОДИСМЕНТЫ Из внимательных фактов про Анну я знаю, что Анна каждые 6 лет меняет город своего пребывания. Анна уже за свои небольшие 24 года прожила в таких регионах, как Мордовия, Нижний Новгород, Киров, Казань. И настало время поменять город, и теперь это Москва. Анна до этого работала аудитором в компании Ernst & Young, и у нас будет отвечать за консолидацию финансовой отчетности. Я все правильно сказал? Вроде да. Вроде почти все правильно. Хорошо. Добро пожаловать еще раз, ребята. И сейчас я расскажу вам несколько слов про то, как прошел у нас декабрь. Декабрь для нас это всегда сезон высоких продаж. Сезон, когда у нас в конце особенно практически в каждой пиццерии происходит день пиццы. Сезон, когда мы можем выйти в гембу и помочь нашим коллегам. Сезон, когда огромная нагрузка на ДОДС. И я сразу хочу проспойлерить следующее выступление и сказать, что в этот высокий сезон ДОДС держалась и ни разу не упала. За что огромное спасибо команде ДОДС и отдельно ребятам, которые занимались до этого нагрузочным тестированием. После меня будет выступать как раз таки Матвей. Он расскажет о том, как же удалось сделать так, чтобы ДОДС продержалась все эти праздники. Ну а давайте посмотрим в начале на финансовые результаты декабря. Мы с вами пробили очередной рекорд и это было ожидаемо, потому что декабрь у нас всегда месяц высоких продаж. И если после мая мы с вами вышли на планку в миллиард и мы были с вами в коридоре миллиард сто, миллиард триста миллионов выручки, то в декабре мы перешагнули очередной символический рубеж и наша выручка составила аж более полутора миллиардов рублей. Это очередной прекрасный рубеж и мы надеемся, что январь покажет себя еще больше. Вот так росла выручка у нас на протяжении последних 12 месяцев. И мы можем видеть, что как раз таки вот эта ступенька из ноября в декабрь, она у нас одна из самых больших. Также мы поставили еще один рекорд. В декабре мы открыли максимальное количество пиццерий за один месяц. Это 24 пиццерии. Обычно, вы знаете, мы каждую пиццерию вот называли, но сейчас буду называть слишком много времени, поэтому скажу, что открылось очень много. 24 из них, 2 в Москве, 3 в Санкт-Петербурге и 3 в Казахстане. А конкретно в Казахстане это Алма-Ата, Астана и Актабе. И также, если посмотреть конкретно на Россию, на рынок, который дает нам больше всего выручки, и посмотреть, из чего же складывается эта выручка, то мы можем увидеть, что по сравнению к предыдущему месяцу, к ноябрю, мы выросли на 14% за счет наших текущих пиццерий, и эти 14% состоят из 6% прироста за счет трафика или количества чеков. И самое интересное, это то, что на 7% вырос средний чек. Это тоже довольно-таки ожидаемо, потому что есть сезонность, и мы это видим в частности по комбо. Например, комбо в декабре у нас из-за того, что мы поменяли набор, они немножко просели, но при этом в конце декабря доля комбо у нас выросла и составила более 10%, что в целом дало нам прирост на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. И также новые пиццерии дали нам прирост еще в плюс 1%. Этот график показывает то, как мы приросли по сравнению к прошлому году. И здесь прирост состоит из... Практически половина прироста 40% состоит за счет роста наших старых пиццерий. Это пиццерии, которые как раз-таки были открыты больше года назад. Если посмотреть, из чего состоит этот рост, то половина роста — это трафик, количество чеков, и половина роста — это... нет, простите, 22% — это большая часть — это трафик, и 12,5% — это средний чек. И новые пиццерии дали нам прирост еще в плюс 45%, что суммарно дало нам прирост like for like к предыдущему году на 83%. Это то, как рос наш средний чек, и мы видим, что в декабре мы пробили тоже очередной интересный символический рубеж. В декабре наш средний чек на доставку стал... В среднем по России стал больше 900 рублей, составил 932 рубля. Это тоже, с одной стороны, ожидаемо, потому что сезонность, потому что в декабре люди заказывают на корпоративы, большие чеки, заказы, комбо. Но, с другой стороны, это также показывает те достижения, которые мы делаем в проекте «Единая цена образования», и также в то, как работают наши большие чеки, большие заказы, работают комбо. Этот слайд, я думаю, вы все видели в публикации Федора. Я сегодня не буду говорить про годовые результаты, потому что годовые результаты, про них вы услышите в пятницу на вечеринке, о них будет рассказывать Кирилл. Но для меня здесь очень важный инсайт, о котором писал Федор, это то, что две вещи. Первое, мы семь лет подряд растем более чем в два раза. И я лично не знаю ни одной компании, которая удавалась на протяжении такого длительного времени показывать такой системный и большой рост. Это первый инсайт. И второй инсайт, это то, что, я думаю, вы все помните, недавно мы с вами вместе радовались и праздновали выручку в миллиард рублей в России. А сейчас мы можем радоваться тому, что миллиард и триста миллионов рублей мы заработали в прошлом году уже за пределами России. И я думаю, что об этом детальнее расскажет Федор в своей презентации. К сожалению, он заболел, не смог сегодня выступать, но он обязательно расскажет это через неделю. Я не буду сегодня рассказывать про результаты полного года 2018, но я хочу, чтобы вы мне рассказали про результаты 2018 года. И я хочу это сделать в игровой форме. У меня есть две книжки, которые я очень рекомендую. Одна это художественная литература, а вторая это литература про эффективность. Это семь навыков высокоэффективных людей. И эти книги получат те, кто больше всего и быстрее ответит правильно на 10 вопросов. У меня будет 10 вопросов. Вы просто как можно быстрее кричите правильные ответы, а я буду пытаться показывать пальцем на того, кто правильно угадает ответ. И заодно мы посмотрим, насколько хорошо вы знаете нашу компанию, насколько хорошо вы знаете цифры и факты. Первый вопрос, там сразу три очка. Почему три очка? Потому что там три ответа. И за первое место дается три балла, за второе место два балла, за третье место один балл. Уже сложно, да? Такие, нет, мы еще не проснулись. Какая-то разводка, да? Скажите мне, топ-3 пиццерии? Самара-3. Так, давайте, Самара, кто сказал? Самара-3 есть такая. Самара-4. Ух-та, да. Улья-Друна, арабах. Капсамар-3. Капсамар-3. Ладно, друзья, не буду вас мучить. У меня почему-то здесь... Ой-ой-ой-ой! А-а-а! Черт! Простите, я все проспойлил. Итак, давайте так. Кто первый сказал Самара-3? По чесноку. Так, раз, ладно, два очка здесь. Кто первый сказал Ух-та-1? Андрей, так нечестно. Кто сказал Ульяновск-2? Ага. Значит, три очка здесь, два плюс один и три очка здесь. Три-три. Пока у нас счет 3-три. Есть в Якутску дальше. Есть. Первая неделя января, ребят. Якутск-Ульяновск-2. Якутск-Ульяновск-2 и... Ух-та. Андрей, что вы делаете в Ухте такое, что вы постоянно на первом месте? В чем секрет? Не знаем. Так. Кто сказал... В Якутск мы пропускаем, что вы видели. Не засчитывается. Ульяновск сказал ты, Вань. Значит, одно очко здесь. Тебе еще плюс три. Мне кажется, уже понятно, кто победит. Андрей, тебе больше нельзя отвечать на вопросы. Пожалуйста, дай другим шанс. Хорошо. Переходим к цифрам и фактам из жизни supply chain. Друзья мои, сколько килограмм сыра мы с вами переработали в прошлом году? Три миллиона восемьсот тысяч. Четыре миллиона. Опа. Ваня, молодец. Три миллиона восемьсот. Ване еще одно очко. Так. Андрей, у тебя появился соперник. Не знаю. Может, на презентацию видел. Хорошо. Сейчас вопрос, на который смогут очень быстро ответить бизнес-девелоперы, ребят. Но там вопрос с подвохом. Значит, в среднем сколько ресторанов в неделю мы открывали в 2018 году? Для этого нужно взять две цифры. Суммарное количество ресторанов и поделить на количество недель в году. Один и три. Один и три. Пять. Четыре. Два. Четыре. Тебе нельзя больше отвечать? Четыре. Четыре. Давайте еще. Вот три ты сказал. Три. Кирилл, правильно. Три в среднем в неделю мы открывали ресторанов в прошлом году. Одно очко идет сюда. Перед праздниками мне повезло быть в Гемби на проспекте Вернадского. Я спросил, ребята, какой у вас был самый большой заказ? Они сказали, самый большой заказ у нас было около 40 пиц. И мы там четырьмя курьерами несли через дорогу и так далее. Но это был не самый большой заказ в нашей сети. Сколько пиц было в самом большом заказе в нашей сети в прошлом году? Нет, нет, 300, нет, чуть поменьше, чуть поменьше, ребят. 74, сколько? 191, чуть меньше. 130, меньше. 100, сколько ты сказал? 120, еще будут ставки? 120 и 102. Кирилл, тебе еще одно очко, 116 пепперони и 200 морсов было в самом большом заказе. У тебя уже два, ты скоро Андрея догонишь. На следующий вопрос я уверен, что Спартак знает ответ. Сколько чашек кофе было продано? Жень, тебе нельзя отвечать. Ладно, Жень, тебе очко. Просто Женя рисовал все эти слайды, поэтому ему нельзя было отвечать. Хорошо, Жень, все. Вань, тебе тоже нельзя отвечать на следующий вопрос, потому что ты знаешь, и Антону Савченкову тоже нельзя отвечать на следующий вопрос. Друзья, какой процент заказов мы доставили вовремя? 90, может быть. 90. Ну, ладно, Никит, ты был первый, 98%. Это потому что ты с Женей рядом сидишь, вас надо рассадить. Ладно, все равно очко тебе. Хорошо, давайте теперь вот такой вопрос. Я думаю, что здесь девелоперы также включат смекалку. А в каком городе у нас самая быстрая доставка в среднем за 2018 год? Вельск. Денис, правильно, а почему Вельск? Да, самый маленький, там можно пешком пройти весь город. Я знаю, что Сергей Пятовский смотрит сейчас нас. Сергей, молодец, мы гордимся твоим результатом, несмотря на то, что Вельск малый город. Но это та цифра, к которой мы все должны стремиться. Саша Черный, ты не можешь отвечать на следующий вопрос. Прости, дорогой. Какая самая популярная комбинация пицц? Половинок. Гавайская, пепперони, нет. Ветчина и грибы. Ветчина и грибы. Гавайская, ветчина и грибы, нет, ребят, нет. Нет, правда не гавайская, ребят, честно. Сырная пепперони почти, но нет. Денис, молодец, был первый. Это сырная и двойная пепперони. Действительно самая популярная комбинация. Наверное, для него и для нее. Или мальчик, девочка, или взрослый и ребенок. Не знаю, нужно покопаться, понять, кто же заказывает. И последний вопрос, друзья. Количество, Женя Синицына, тебе нельзя отвечать на этот вопрос, прости. Количество клиентов, которые сделали свой первый заказ, скачав наше мобильное приложение и введя туда промокод 808. Дайте хотя бы порядок цифр. Не, 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 это ты сейчас инсталлы говоришь. А это не инсталлы, это именно клиенты, которые установили и заказали с 808. Поменьше. 10 тысяч, 200 сколько? 260 тысяч. 370. Уже теплее. Давайте. 420, 480. Еще последние ставки принимаю. 500, кто сказал 500? Тысячу сказал? 500 тысяч? Андрей, тебе нельзя было? Ну ладно. Ты опять оказался быстрее всех. Друзья, я не знаю, как так получилось, но Андрей Петелин набрал больше всего баллов. Андрей, поздравляем тебя. Тебе будет чем заняться на досуге. И мы знаем, что у тебя слишком много свободного времени. Поэтому держи, пожалуйста, дорогой, и читай. Одну, Миша. Друзья, а кто у нас был второй по результатам? Ваня читал, друзья. Кто не читал, и кто отвечал, и кто хочет прочитать эту книжку? Кирилл, читал эту книжку? Судя по тому, как ты смотришь, на нее не читал. Держи, классная книжка. Сделал ты с тебя супер бизнес-девелопера. Скоро подсидишь Андрея. Друзья, я хочу продолжить тему федеральной рекламы и рассказать о том, что 31 декабря мы с вами сделали еще очередной шаг на пути к нашему росту. И мы запустили… Наташа уже показывает, что время у меня истекло. Ты сама мне дала 20 минут, а там, где 20, там и 25. 31 декабря мы с вами запустили вторую федеральную рекламу. Эта федеральная реклама отличается от первой. Если в первую у нас с вами был call to action, скачай, мобильное приложение, получи пиццу бесплатно, то в этот раз мы взяли все инсайты, которые мы получили от первой компании. Один из инсайтов был такой, что короткие ролики работают лучше всего. При этом мы взяли еще кучу других инсайтов, а именно какое время, какие дни недели конвертят лучше всего, какие передачи, какие программы. И мы решили упороться по максимуму. Мы компания, которая любит ставить сложные, а возможно, даже иногда для многих невыполнимые задачи. И мы решили сделать так, чтобы наши короткие ролики, а короткие ролики им сложно пробиться через рекламный шум, чтобы они точно достигли сознания наших клиентов и чтобы они запомнились. Для этого мы абсолютно по-другому подошли к созданию самих сообщений. Поняли, для того, чтобы нас ассоциировали с доставкой пиццы, недостаточно сказать, что мы доставка пиццы, и недостаточно показать счастливую семью или показать красивую пиццу. Нужно каким-то образом привязать человека к этому сообщению. И способ, который мы использовали, это взять контекст, то есть ту ситуацию, в которой человек смотрит нашу рекламу, и привязать его именно к нашему сообщению. Но для этого сообщение должно быть уникальное. И я знаю, что немногие из вас смотрели телевизор на праздниках. Я знаю, что многие из вас хотели бы посмотреть такие передачи, как «Дом-2». И я сейчас компенсирую это. Я тебя люблю! Ждем, когда начнут мириться. А доставка – додо-пицца. Додо-ду. И таких роликов, и таких макетов было сделано сотни. Это реальный макет, который уже размещен в Сыктывкаре. Наша команда только на первые две недели января сделала и произвела больше 200 роликов для телека, больше 200 роликов для YouTube, больше сотни креативов для наружки и радио. И сделали мы это для того, чтобы, с одной стороны, попасть во внимание наших клиентов, а с другой, чтобы получить максимальный охват. Охваты, которые мы планируем получить за первые три месяца компании, это как минимум 88% зрителей на телеке увидят нашу рекламу один раз, и больше половины увидят нашу рекламу на телевизоре минимум 9 раз. При этом в YouTube мы охватим более 20 миллионов человек с частотой больше 4. И это только YouTube и телек. У нас также будет наружка, у нас также будет нативная интеграция в блогерах, и у нас также будет локальное радио. Пока рано говорить о каких-то результатах компании. Единственное, что можно сказать, это то, что мы увидели сильный органический рост приростов инсталлов. Если еще 31 декабря мы в App Store были на 120 месте, то буквально пару дней назад мы уже пошли на… мы уже оказались на 57 месте среди бесплатных приложений в App Store. Также мы видим по Google тренду о том, что это первая неделя января, то, что количество запросов Dodo Pizza, оно пекануло и практически стало рекордным за всю историю Dodo Pizza. Тут наложилось два фактора. Это, конечно же, и сезонность, и рекламная кампания. Но у нас есть с вами очень уважаемый нами конкурент, который также 31 декабря объявил о том, что он также запустил федеральную рекламу. И мы видим, что у них также произошел прирост, но незначительный. Но что особенно радует меня, это то, что сама креативная рамка, сама концепция, сам креатив, он уже пошел в народ, и сами люди начали делать рифмы и сочинять их. Я оставил только самые приличные, потому что были многие, которые нельзя показывать в эфире, нас смотрят дети. Вот это было такое на грани. Друзья, я всех поздравляю с наступившим Новым годом. Желаю нам интересных и сложных проектов, и нам есть к чему стремиться, чтобы показать очередной рост в 2019 году. Спасибо большое. Я передаю слово Матвею. Аплодисменты. Аплодисменты.